Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я Марина Ланская. Мы снова коснемся темы, которая относится к торжественной дате, отмечаемой не только в Санкт-Петербурге, но и во всей нашей стране. Это 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Как говорить на эту тему с детьми? С какого ракурса подавать сложные и важные вопросы блокады и Великой Отечественной войны? Оказывается, можно находить ходы, которые могут показаться с первого взгляда неочевидными. Например, о блокаде можно говорить, начиная с темы спорта. Попробуем вам это сегодня продемонстрировать. ПЕСНЯ Школа 667 Невского района Общеобразовательная, а на третьем этаже неожиданно информационные стенды, мемориальная доска, портреты героев Великой Отечественной по совместительству спортсменов. Многие из них защищали Ленинград. Кто-то на фронте, кто-то в партизанских отрядах, а некоторые трудились прямо в блокадном городе. Об этом и многом другом школьникам и их родителям может поведать большая и серьезная экспозиция школьного музея из истории советского и российского спорта. Мы сейчас стоим у витрины, посвященном спортсменам, участникам Великой Отечественной войны, а также участникам, которые защищали наш город во время блокады города Ленинграда. 8 сентября начала блокада и стал вопрос, что делать, потому что фашисты имели свои планы и очень сильно бомбили центральную часть. И пришли к выводу, что нужно закрывать высотные точки. И они обратились к альпинистам. Командиром отряда альпинистов стала Ольга Фирсова. Ольга Фирсова, она была командиром отрядов, нескольких причем, отрядов, которые укрывали все высотные точки. Для чего? Потому что фашисты знали, где расположены эти точки, а все отсвечивалось, купола отсвечивали золотистым цветом. Поэтому зимой они всегда покрывались белым покрытием, а осенью и летом серым, когда были дожди. И вот они поднимались на эти высотные точки и иногда зависали на целой ночь, потому что начинались бомбардировки. Многие погибли. Она одна из тех, кто выжила. Ее этот труд всех вот этих участников очень долгое время недооценивался. Она получила орден дружбы только через много лет. И ей предоставилась еще честь снятия от строп с кораблика «Адмирал Тейста» именно 30 апреля 1945 года. Все кричали внизу «Ура!». Она в это время находилась наверху и читала свое стихотворение, которое было посвящено вот этому огромному празднику. И вот этот гул радости, который хлопков, дошел даже до нее наверху. Блокада ударила по населению Ленинграда, но при этом сплотила народ в едином желании выжить и победить. Спортсмены свои силы и способности тоже бросили на помощь городу и стране. У меня в руках есть свидетельства о внесении нашей школы и нашего музея в золотую книгу Санкт-Петербурга Дмитрия Павловича Пугачева-Ионова, который был 20 лет руководителем института Петра Францевича Льезговта. Это спортивный вуз, который выпускает преподавателей физкультуры, а также тренеров. Он во время Великой Отечественной войны руководил одним из отрядов, 13 которые были созданы в этом институте, которые совершали уникальные вылазки в тыл врага и били фашистов. Поэтому он сыграл огромную роль. Мало того, он создал еще на этой кафедре курсы повышения уровня квалификации спортсменов, которые стали командирами вот этих партизанских отрядов. Спортивная подготовка оказалась весьма важным фактором в деле нашей победы. Неизвестно, что было бы, не будет спорт так широко популярен в Советской России. Комплекс ГТО был утвержден в 1931 году. Это комплекс, который сыграл огромную роль в победе Великой Отечественной войны. Так сказал трижды герой Советского Союза летчик Иван Кожедуб. Он сказал, да, я хороший летчик, да, у меня прекрасная машина. Но если бы не было комплекса ГТО, наша страна бы не была подготовлена к защите своего Отечества. Музей такого масштаба в общеобразовательной школе явление редкое. И говорить в нем, как мы уже убедились, можно не только об истории спорта, но и об истории всей страны. Наша школа открылась в 1995 году. И первым директором нашей школы была Локасова Ирина Германовна, которая закончила университет Лесковта, была действующей спортсменкой. И с самого рождения школы, конечно, был взят путь на физкультуру, оздоровление, спорт, здоровье, созидающие технологии. И именно с этого времени, с начала школы, мы дружны были с институтом Лесковта, с университетом. И к нам приходили великие спортсмены, проходили у нас практику. У них был друг, Георгий Юрьевич Корхов, спортивный журналист, который всю свою жизнь, 40 лет, собирал коллекцию, посвященную тяжелой атлетике. Папа всю свою жизнь увлекался тяжелой атлетикой. Он был спортсменом в начале, когда ему было лет 16-17, он увлекся тяжелой атлетикой. Предан был всегда этому спорту и пронес эту любовь через всю свою жизнь. И вот, когда он вышел на пенсию, они с его другом очень хотели сделать музей. Самое главное, что было для отца ценным, то, что эта школа, это будет музей живой, действующий и постоянно пополняемый, и люди сюда будут приходить. Это было самым основополагающим для отца. И, в общем, он всю свою жизнь посвятил тому, чтобы создать музей, и ему это удалось. И в 2005 году был открыт небольшой зал, совершенно в другом месте, не здесь, где сейчас зал, посвященный именно тяжелой атлетике. А в 2022 году наши ребята написали проектную работу, «Как загалялся спорт», посвященный героям, спортсменам, которые воевали на Ленинградском фронте. Другом нашего музея является, например, Галина Ивановна Зыбина. Это олимпийская чемпионка, первая олимпийская чемпионка Ленинграда. Она девочкой тушила зажигалки. Она приходила к нам, рассказывала детям историю своей жизни о том, как спорт ей помог после войны, как она завоевала эти медали, как она ходила на тренировки, она метала ядро. И, конечно, вот эта живая история, кстати, Галина Ивановна присутствовала на открытии вот этой памятной доски. Это было, ну, очень, ну, как вам сказать, патриотично, да, что вот тут дети, вот этот человек, который жив сейчас, который еще может передать свою историю. И вот такие встречи, они надолго остаются в памяти детей, запоминаются. И мы надеемся, что они тоже сохранят это и передадут своим детям. За спортивными успехами всегда стоит огромный труд. А если вспомнить блокаду? Голодное детство, непосильный труд за пайку хлеба, дистрофия. Но некоторым детям блокады удалось преодолеть все и даже войти в большой спорт. Этот стенд посвящен олимпийским чемпионам. И на самом верху написано «1952 год». Наша страна впервые выступает на международной арене и впервые участвует в олимпийских играх. И именно Юрий Тюкалов и Галина Зыбина являются первыми олимпийскими чемпионами. Юрий Тюкалов по академической гребле, а Галина Зыбина по легкой атлетике. Они дети блокадного Ленинграда. Именно первая медаль, что они получили, за что они получили, это медаль за оборону Ленинграда. Самая ценная. Только после этого они получили золотую медаль олимпийского чемпиона. Галина Зыбина, она выращивала овощи и выполняла нормы по сбору и посадке овощей. Тогда давались медаль за оборону Ленинграда не просто за то, что выращивали, а за выполнение норм. Нормы были очень сложные, дети были голодными, и эти нормы она постоянно выполняла. Теперь перейдем к Юрию Тюкалову. Юрию Тюкалову, как многие дети того периода, они несли службу на чердаках. Фашисты очень сильно бомбили наш город именно сжигательными бомбами, которые весили всего один килограмм. Они пробивали крыши домов, а деревянные перекрытия были, и поэтому многие наши дома сгорали. Как раз так же сгорел, Бадаевские склады именно сгорели благодаря зажигательным бомбам. Зажигательные бомбы весили килограмм. Дети что делали? Они брали перчатками эти бомбы, бросали в песок или в воду. Испытывали огромный страх, но иногда к страху тоже, наверное, привыкают. И вот эти дети спасали город от того, чтобы не горели дома, и не погибали люди в этих домах. Поэтому то же самое он получил медаль за оборону Ленинграда. А потом только были золотые медали Олимпийских игр. И они являются именно примером для наших детей. Мало того, что Юрий Текалов является почетным гражданином нашего города. У него есть такой чекан, когда вы посмотрите потом вот эти витрины. Этим чеканом он в составе бригады сделал гравировку на памятнике Победы, который стоит у нас на площади Победы. Все чеканной работы было сделано его бригадой. Такие мотивирующие истории нужны не только нашим детям, но и каждому из нас. Они доказывают, как безграничны могут быть человеческие воли и силы. В этой витрине фото Ивана Удодова, первого олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, который в 1945 году был вынесен из Бухенвальда и весил он всего 28 килограмм. Представляете, какой уникальный спортсмен, переживший такие ужасы, становится олимпийским чемпионом 52-го года. В родной школе, благодаря спортивному музею, ребята получают уникальную возможность знакомиться и с героями прошлых лет, и с нашими современниками. Среди них Сергей Рачинский, заслуженный мастер спорта России, 9-кратный чемпион мира по гиревому спорту, 7-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. И он тоже считает, что к современным детям нужен особый подход. В современном мире очень много информации сейчас к ним приходит, к нашему молодому поколению, к нашим детям и внукам. Приходит совершенно другим путем, не такой, как она поступала к нам. Мы общались с ветеранами, знали тех людей, блокадников, и как-то могли посоветоваться, спросить что-то у них. А сейчас это все через телефон, через телевизор. Поэтому в этом плане, конечно, спорт здорово помогает, потому что ребята, которые научились преодолевать, тренироваться, идти к каким-то вершинам, особенно если это командный вид спорта в коллективе, ставить общие цели, преодолевать, это, конечно, воспитывает волю, усилия. Это помогает стать крепче духом, потому что блокаду вживали в основном те, кто могли сами организоваться, были крепким духом. Кто, опять же, трудился на фабриках и на заводах, тем не менее, которые работали в блокаду здесь, те, кто участвовали в каком-то процессе, да, те могли, ребята. Поэтому, конечно, мы пытаемся общаться с молодыми ребятами, но я когда выступал в школе, я смотрю, что коллектив постепенно, дети теряют концентрацию, потихонечку начинают уже разговаривать между собой. Но когда говоришь им, а ну давайте, так, найти меня там в интернете, добавиться ко мне в контакте, там, ага, все, отрепостить, так, ага, перекинуть, все, смотрю, оживились, пошла история. Нам, к сожалению, никуда не деться от научной технического прогресса, и нам надо учиться, как мы хотим научить их, так надо учиться нам правильно на них воздействовать. В этом плане вот замечательное мероприятие «Дорога жизни, пробег», значит, спортивных мероприятий. В этом плане мы проводим с боготарительным фоном Суворовцева массу мероприятий лыжных, по гиревому спорту, перетягивание каната, рукопашный бой. Мы пытаемся как можно больше донести до молодого поколения, что есть некие еще такие ценности, которые никогда не перестанут иметь. Вот купил айфон, через 5-7 лет он устарел, а потом его вообще выкинул. А это те ценности, которые были с нами, которые рождены были нашим народом, и которые останутся с нами всегда, они никуда не уйдут. Мы еще какой-то мостик между прошлыми поколениями, мы знали тех, у меня дед фронтовик, и между этим поколением мы их родили, мы их воспитываем, мы ими занимаемся. И вот этот, надо, чтобы этот мост, он был, знаете, двухсторонний, широкой проезжей частью, чтобы можно было как можно больше до них донести, помочь. А на самом деле это такой очень сложный вопрос, очень сложный. Как вот они будут реагировать, как они будут воспринимать эту действительность? Ну, это, наверное, такая задача переучреденная перед нами, вот сейчас. Конечно, пока живы те, кто может рассказать свою военную историю или историю своих родителей, бабушек и дедушек, нужно это делать. И ничто не заменит воспоминания очевидцев. Папа остался здесь в блокаду вместе с мамой. Папе было 10 лет. И мама работала служащей. Мама в блокаду здесь умерла. Папа остался один, и вот тетушки, они как бы его взяли уже, и вот я их назову просто бабушками. И одна бабушка у меня до сих пор жива, ей 101 год, это тетушка моего отца. Она блокадница, и вот они его воспитали. Он просто не успел, он добежал до больницы. И даже, как ни странно, в эти блокадные дни за ним отправили скорую помощь, с ним отправили. Но маму уже не успели спасти. Папа помнил очень хорошо все это, но мало делился. Это были такие не очень приятные моменты для него, поэтому... Да и бабушка не так много рассказывала. Просто, ну, когда я спрашивала, она мне говорила, Лен, это было тяжело. Все было сложно, но мы выжили. На портрете мой дедушка, которого я, к сожалению, никогда не видела. У нас, я из семьи блокадников, тех людей, которые реально пережили годы блокадного Ленинграда, были в блокаде в Петербурге, ну, тогда в Ленинграде. Портрет подписан как труженик тыла, и действительно, дед очень хотел пойти на войну. Он был физически очень крепким мужчиной, и в надежде, что там он выживет за счет, в том числе, и лучшей кормежки. Но так как он был токарем очень высокого разряда и работал на арсенале, то ему сказали, нет, нужны те, кто трудится в городе, на заводе, выпускает снаряды. И вот он остался, и 10 февраля 1942 года его не стало. До этого он истощенный уже ходил на работу до последнего. Он за три дня только слег. Кроме него, семье помог выжить дедушка моего папы, который был портным и шил военным обмундирование. Им давали дополнительный паек. Поэтому за годы войны они потеряли только моего деда. Но когда их вывезли в эвакуацию уже по дороге жизни в 43-м году, мой прадед, он настолько хотел есть, но нельзя этого было делать. И когда они в поезде, уже появилась еда, он стал есть, и на ближайшей станции его уже не стало. Наше поколение, оно было детьми, детей, которые были в блокаду. И у нас, собственно, и деды, и родители, они прошли и войну, и блокаду. И мы были сопричастны к этому. Это было для нас неотъемлемо. И в школе постоянно об этом рассказывали. А сейчас дети, они к войне относятся примерно как вот... Ну, да, была гражданская война, а это вот Великая Отечественная война. Она была. Поэтому они не до конца, может быть, осознают всю суть и всю боль, и всю тяжесть этой войны. И, естественно, в школе нужно усиливать эту работу. То есть дети должны с этим сознанием того, что мы народ победитель, мы страна победитель, мы своей силой духа выиграли эту войну. Я считаю, что это очень нужно, естественно, просто потому что, ну, чтобы эта память всегда была. Я думаю, говорить о блокаде нужно обязательно с детьми. Информацию, вероятнее, лучше всего давать дозированно по мере взросления ребенка. Изначально, когда ребенок в начальной школе, это, наверное, посещение музеев, посещение выставок, какие-то беседы в школе. По мере взросления ребенка, если говорить о школьнике, о учениках старших классов, я бы вообще хотела бы, чтобы вводили в школьную программу такие произведения, как, например, блокадная книга Даниила Гранина и Олеся Адамовича. Я прочитала эту книгу, уже будучи взрослым человеком, пару лет назад, не планировав, совершенно случайно, мало сказать, какое впечатление она произвела на меня, но это действительно впечатление не отпускает меня до сих пор. Это действительно великая книга, мое убеждение, что прочитать ее должен каждый человек, в том числе обязательно каждый петербуржец, да, и очень хотелось бы, чтобы это произведение ввели в школьную программу, потому что хотелось бы, чтобы дети читали, знали историю, потому что, понимаете, когда мы вот это вот просто слышим, где-то посещаем что-то, это не так трогает, не так вот, когда ты погружаешься в эту блокадную книгу, читаешь дневники людей, очевидцев блокады, ты погружаешься в это настолько, что читать это без слез, ну, просто невозможно, и начинаешь вот по-другому совершенно осмысливать это все, это тяжелое время, да, понимаешь, вот переосмысливаешь для себя, как бы, ценности, да, понимаешь, что на первом месте, да, что самое главное. Мне кажется, очень важно воспитать именно историческую память для того, чтобы, как у Юрия Воронова в стихотворении, к сожалению, сейчас его процитировать наизусть не могу, вот это именно совесть, совесть не только каждого конкретного человека, но совесть, которая образуется национальная, когда никто не может позволить себе продолжение вот таких действий, никто не может так жестоко относиться к другим людям, которые его окружают. А я бы хотела продолжить и сказать не только про прозу, но и про поэзию. У нас есть большая плеяда питерских, именно ленинградских авторов, это и Ольга Бергольц, и Вера Инбер, и Юрий Воронов, которые прожили здесь блокаду. Наверное, это наиболее яркие, но при этом щадящие для нынешнего поколения молодежи и детей стихотворения, которые рассказывают, показывают и формируют вот тот нравственный стержень, который должен быть обязательно у каждого поколения, а у молодого поколения современного тем более. Эта тема мне очень дорога, потому что я уже сколько раз, уже пять лет разговариваю о ней, выступаю, и она мне стала очень дорога. Мы с мамой прямо с самого-самого детства ходим по музеям, по выставкам, очень много нового узнаем. Современная молодежь должна об этом знать, как о своих родителях, помнить об этом и никогда не забывать, потому что что прошло, то может повториться. Школьный музей может стать площадкой для начала диалога, и для его разворачивания, и для углубления в тему. Ведь прорыв блокады – это героизм не только воинов, но и работников тыла. Все слышали про блокадную дорогу жизни, но была еще и дорога победы. Все железнодорожные линии оставались под контролем немцев. Необходимо было срочно проложить новую железнодорожную ветку, которая соединила бы свободные участки железнодорожных путей. Дорога длиной 33 километра должна была пройти от станции Поляны до освобожденного Шлиссельбурга. С началом войны строительство номер пять, которое было строило метро в Ленинграде, было преобразовано в рабочий строительный отряд, который состоял из десяти батальонов и одной механизированной роты. Пришлось строить не метро, а оборонительные сооружения вокруг Ленинграда. Доты, дзоты, мосты, переправы. И, конечно, это была ледовая дорога жизни и дорога победы. Героический труд метростроителей высоко оценил руководство страны и военный совет Ленинградского фронта. Пять тысяч метростроителей были награждены орденами и медалями. Руководитель Георгий Иванович Зубков ему дали звание Героя социалистического труда в разгаре войны. В 1944 году были ожесточенные бои за освобождение Карелии. Самолет Ивана Георгиевича потерпел крушение при посадке. Ему было 39 лет. Хранили Ивана Георгиевича на Александровской лавре. На похороны вышли тысячи ленинградцев. В связи с тем, что в этом году 80-летие снятия блокады Ленинграда полной, а также 80-летие гибели Ивана Георгиевича Зубкова и 120 лет со дня его рождения, мы инициировали памятную доску, ее установление на его улице. И вот это обращение как раз к ветеранам метростроя по этому вопросу. И в этом рассвете мы станем живой и с черной. Споем о победе тем, кто не вернулся домой. Не вернулся домой. Мы вместе, мы рядом, мы помним, мы верим, уйдем. Вот такой живой музей, где экспонаты не просто лежат, а работают. Каждый из них говорит, напоминает о важном, учит ценному, живет в сегодняшнем дне, не давая памяти угасать. Тема спорта в общественном сознании у большинства людей, она напрямую не ассоциируется с блокадой, с темой войны. Но если мы задумаемся, то мы поймем, что город практически жил в режиме мобилизации. Все для фронта, все для победы. И, соответственно, спортсмены профессиональные, которые обладали определенными навыками физической подготовки, лыжники, боксеры, стрелки, пловцы, они всегда в военных комиссариатах города стояли на особом учете. И, соответственно, из них мобилизовывались команды по спортивной принадлежности. Этот музей, посвященный спорту, профессиональному спорту, который развивался в городе Санкт-Петербурге, через него мы можем познакомиться с наиболее известными, выдающимися спортсменами нашего города. Но эти спортсмены в условии блокадного Ленинграда тоже были направлены в сторону победы. И, соответственно, у нас есть известные альпинисты, у нас есть известные лыжники, с которыми создавались разные команды, отряды, которые действовали в аражеских талах, которые участвовали в партизанском движении. И, соответственно, мы показываем, как спорт профессиональный участвует в защите города, в защите страны. Мы детям подаем пример, что вы должны быть сильными, выносливыми, вы должны заниматься спортом для того, чтобы быть достойными своих предшественников. Мы сохраняем частичку вот этой памяти и передаем ее. Ведь самое важное – это посыл, посыл учителя. Как он об этом говорит? Это не должно быть равнодушие. Это должно быть переживание у тебя в душе, внутри. Поэтому все наши мероприятия, они действительно проходят на таком возвышенном, на возвышенной такой ноте. И это действительно память, это действительно мы формируем у детей, наверное, определенные отношения к нашему городу, к нашей истории. И это очень важно. Мы слышим сердце Ленинграда, Мы память предков сохранили, Была снята тогда блокада, Мы помним, любим и скорбим. И повторится пусть страданье, Пусть сердце не постигнет боль, Цель человека созиданья, Мир на земле, добро, любовь.